Итак, тема сегодняшнего нашего вебинара – арбитражные стратегии для каждого трейдера. Ну, вебинар это уже второй. Первый был, наверное, не все присутствовали на этом вебинаре. Значит, так как нас не очень много, тут 11 человек всего, поэтому можно, в принципе, задавать по ходу вопросы. Я чат настроил, я его вижу. Да, постоянно вижу. Ну, и вы меня тоже видите, но меня не обязательно видите. Итак, я буду говорить. Итак, мы с вами начнем работать. План вебинара таков. Сегодня мы рассмотрим арбитраж положительно коррелированных фьючерсов. Это торговля разницы цен, арбитраж отрицательно коррелированных фьючерсов торговой суммой. Ну, и третий вопрос – арбитражный робот TradeHelp и торговля волатильностью базиса арбитража. Вот такие вот три вопроса. Но они, конечно, объемные. Мы постараемся сегодня осветить. И если возражений нет, тогда мы и пойдем по планам. Итак, мы начнем с положительно коррелированных активов. Значит, все, о чем я дальше буду говорить, относится к статистическому арбитражу. На первом занятии я уже рассказывал, что это такое, в чем разница от чистого арбитража. И поэтому, все-таки чат я выведу, чтобы видеть вопросы. Если по ходу возникают какие-то вопросы, можно задавать. Я буду прям по ходу и корректировать. У меня нету текста выступления, поэтому мы в свободном диалоге с вами находимся. Единственное, что вы можете только писать, а я вот еще и говорить. Итак, что же мы видим? Синенькая и фиолетовая стратегия антистоп. Подождите, это совсем немножко другой антистоп. Мы сегодня говорим об арбитраже. И потом все остальное поговорим. Какие будут вопросы, отвечу. Сейчас отвечаю только на те вопросы, которые по теме нашего вебинара. Давайте так договоримся, иначе мы можем уйти в совсем другую сторону. Итак, первый вопрос, как я уже сказал, это торговля положительной корреляцией. То есть активов, которые имеют между собой высокую или, скажем так, сильную положительную корреляцию. Пока отвлечемся от наименования имитентов и фьючерсов, которые мы используем. Мы просто будем считать, что у нас есть один фьючерс, это вот синенькая кривая, и фиолетовая кривая, второй фьючерс. Раз они имеют положительную корреляцию, то, причем сильную положительную корреляцию, это означает более 0,7. Один, при расхождении мы в шорт встаем, второй в лонг. Ну, еще сразу оговорюсь, во фьючерсах нет понятия шорта в чистом виде, как мы привыкли. Потому что здесь мы просто продаем контракт или покупаем контракт на фьючерс. Итак, тот, который выше, так скажем, находится больше по цене, мы продаем, меньше покупаем. Пока пусть будет так. Пусть вначале они были равные цены для простоты изложения. По мере увеличения базиса мы дополнительно увеличиваем нашу позицию, еще больше продаем и еще больше откупаем. И потом, когда они сходятся в одну точку, вот эти вот откупленные позиции, один проданный, один купленный, мы и реализуем. То есть происходит обратный выкуп. Ну, как обычный арбитраж, тут ничего нового нет. Все очень просто. То же самое, когда они поменялись местами, теперь фиолетовое стало выше фьючерса, синенькие ниже. Наоборот, этот мы продаем и этот покупаем. И таким образом, покупая и продавая, мы зарабатываем деньги. Какое здесь есть в арбитраже обязательное условие? В отличие от партнерного трейдинга, здесь мы обязательно одинаковым объемом входим. Вот я сейчас покажу. Вот здесь вот и здесь. Обязательно должны быть одинаковые объемы. Толстые у меня какие-то, потоньше буду брать, да. Обязательно равные объемы. Причем равные объемы не просто по объемам, а это равные должны произведения количества контрактов на цену. Это будет точней. На это я вот уберу. Что-то как-то слишком жирно у меня получилось. Но не столь важно. Итак, в результате что мы имеем? Мы имеем расхождение, исхождение базиса. Базис это разница между двумя этими фьючерсами. Так вот график этого расхождения или график изменения разницы представлен ниже. Вот он себя представляет. Сначала увеличивается базис, потом уменьшается, затем в другую сторону. И вот таким образом колеблется. Самое интересное, что внизу представлено состояние счета трейдера. Обратите внимание, что в момент увеличения базиса, когда мы начинаем входить в позицию, у нас в начале идет сначала минус, то есть просадка счета. Но без этого невозможно. То есть небольшая просадка счета. Вообще-то бывают случаи, когда сразу идет в плюс. Бывают и такие моменты. Все зависит от точки входа. Об этом мы и поговорим в дальнейшем. Но заметьте, что происходит дальше. Несмотря на то, что здесь базис гораздо шире, чем в первом случае, у нас просадка счета меньше. За счет того, что мы уже заработали прибыль. За счет наших спекуляций. Это вот так вот просто статистический арбитраж реализуется. Но это принцип арбитража. А вот теперь пойдем дальше. Самое интересное. Главное не просто как продавать. Вернее важно как продавать и сколько продавать и когда. То есть обязательно к принципу просто арбитража надо добавить еще и money management. То есть управление капиталом. Без этого сложно заработать хорошие деньги и комфортно себя чувствовать. Итак, мы с вами имеем верхнюю границу и нижнюю границу. Вот о границах мы чуть попозже поговорим, как они образовались. Мы имеем эти границы. И в этих границах мы просто разбиваем на равные части. Просто на равные части. Весь этот диапазон. И вот теперь в зависимости от этого диапазона мы свой капитал делим на вот эти вот части. То есть получается у нас в каждой зоне определенный объем мы можем купить. Таким образом мы распределили весь свой капитал по всему горизонту. Ну точнее не по всему, а на половине части. Почему на половине, потом расскажу. И теперь что же происходит. Представим, что мы входим с вами вот в этой точке. Значит, так как у нас капитал весь распределен вот по этой, по нижнему, так скажем, нижней части. Мы входим раз, два, третью часть. Фактически даже половину, если еще на 6 зон. Половину своих капитала мы тратим на вход в позицию. Пошли. Ну рынок пошел вверх, нам повезло. То есть базис стал сужаться. Мы продаем в этой части одну зонку, которую мы купили вот здесь вот. Здесь вторую. Он разворачивает и идет вниз. Мы опять покупаем. И вот эти вот колебательные движения мы покупаем и продаем постоянно. Вот эти вот части, на которые мы распределили свой капитал. Причем вот эта вот часть означает сразу покупка и продажа сразу двух контрактов. Ну двух или кратное этому значению. Таким образом, что же получается? Получается, что мы с вами торгуем волатильность базиса. Вот это очень важный момент. Если это все понятно, я пойду дальше. Поставьте плюсики в чате, пожалуйста. Если понятно. Замечательно. Ну раз всем понятно, как принцип торговли, тогда идем дальше. А дальше вот результаты такой торговли. Вот что из этого вот получилось? Так, тут вопросы еще есть, да? Сейчас, минуточку. А вдруг базис не придет к нулю, а будет только расходиться. Ага, хорошо. Игорь, вопрос тут вот в чем. Дело в том, что когда мы с вами начнем вот этот базис определять, мы сейчас дальше этим вопросом займемся. Мы его не просто так от фонаря, как говорится, выбрали. Мы его взяли на основании статистики не менее там двух-трех лет. Почему и называется статистический арбитраж. На основании статистики определяются горизонты изменения этого базиса. Ну давайте к этому вопросу мы еще подойдем с вами чуть попозже. Хорошо? Мы остановимся на нем более подробно. Хотя это больше похоже на торговлю диапазона. Ну, назвать можно как угодно. Это торговля волатильностью, а не диапазона. Диапазон это не совсем правильный подход диапазона. Потому что мы торгуем различные колебания, а не диапазон. Ну, тут о терминах я спорить не буду. Мы его так назвали, нам это нравится. Итак, пойдем дальше. Вот результаты такой торговли. Это показано на фьючерс на акции Сбербанк и фьючерсы на Сбербанк Прев. Но обратите внимание, что здесь, в общем-то, небольшая просадка счета. 7-8% где-то по нашему тестированию. Ну, доходность довольно-таки приличная. Значит, доходность составила 119%. Это вот мы тестировали этот год, по-моему, здесь вот на результатах. Причем ожидаемая доходность 110%. Вы спросите, откуда такая большая доходность. Да, вот она получается, когда мы не просто входим и ждем какой-то точки на базисе. Вот в какую-то точку войти. Сейчас я попробую тут убрать. Все лишнее. Чуть-чуть я много нарисовал. Тут все начеркал. Так вот почище будет немножко. И понятнее. То есть мы с вами не ждем точку, как обычно привыкли в чистом арбитраже. Когда вот он доходит до какого-то значения, он может туда и не дойти. Ну, а если дошел, вы сидите. Ну, да, может пойти вниз, а может и вверх. А может стоять еще год на месте. В нашем случае любое колебание мы просто торгуем. И вот такая доходность получается, которая очень даже приличная. Итак, это что касается положительно коррелированных активов. Вот теперь построение стратегии и буду отвечать на эти вопросы. Лучше писать в чате, чтобы мне не переключаться, пожалуйста. Хотя можете и вопросы задавать. Итак, как же построить стратегию? Сначала необходимо выбрать пару положительно коррелированных фьючерсов. Ну, сразу оговорюсь, почему именно фьючерсов, а не еще чего-то. Потому что можно использовать другие инструменты. Мне нравятся фьючерсы, потому что, во-первых, мы не платим брокеру, хотя он от этого страдает. И второе, фьючерсы имеют достаточную волатильность, которые приносят в данном случае хороший доход. Вот эти два параметра и определили выбор инструмента. Второе, определяем ширину базиса. Как определяю, сейчас расскажу дальше. Третье, позиционируем базис по отношению к текущей разнице цен. То есть, мы определили базис, надо определиться, где мы сейчас находимся в данный момент. Это тоже важный момент. Помните, я вам говорил, что от точки входа зависит прибыль. И разбиваем торговый диапазон на зоны, определяем процент выхода. Число контрактов в зоне, ну и обязательно стопы. Вот это принцип построения стратегии. Этот вебинар будет записан, и можно будет потом еще раз вернуться. Не буду останавливаться, а лучше более подробно расскажу. Итак, первое. Какие же пары фьючерсов можно на российском рынке найти? И какие требования вообще-то к инструменту? Первое, это ликвидность. Ну, естественно, надо выбрать только те фьючерсы, которые ликвидны. Их не так много, что десяток максимум наберется на российском рынке. Ну, и еще надо выбрать пары с положительной корреляцией с высокой. Вот это интересный момент, потому что не так просто их найти, эти пары. Мало у нас просто инструментов. Мы же не в Америке с вами живем. Поэтому здесь вот приходится вот изгаляться и выбирать из того, что есть. Ну, мы нашли такие отраслевые пары. Это Роснефть, Лукойл, Сбербан, Сбербан, Прев. Хорошие пары. Кстати говоря, сразу забегу вперед, скажу. Сбербан, Сбербан, Прев, кроме корреляции высокой, еще и коинтеграции приличная. Поэтому этот инструмент, ну, просто сам бы их велел использовать. Межотраслевые пары Сбербан, Газпром, Роснефть и Норникель. Здесь, обратите внимание, корреляция слабенькая между Рослефтью и Норникель. Хотя тоже работает. Почему работает? Потому что у нас, в принципе, все эмитенты в РТС, которые входят, имеют корреляцию групповую где-то 0,7. Поэтому без особого труда. То есть положительная корреляция есть. Но индекс не пара. Индекс с теми перечисленными фьючерсами, которые я уже вам сказал, назвал. Значит, ну, здесь написано, капитал необходим не менее миллиона. Ну, это начинать можно, вон, Сбербан, Сбербан, Прев, вообще с 50 тысяч, чтобы попробовать все это, как это работает. И это мы уже опробовали, и можно даже все изучить. Теперь, вот как раз к тому вопросу, о котором мне задавался, насчет определения базис торгового диапазона. Здесь можно подходить несколькими путями. Первый путь, ну, общепривычный для тех, кто использует теханализ, построение тренда, двойное стандартное отклонение от мат ожидания. Вот строите тренд, все очень просто, и находите верхнюю и нижнюю границу. Но некоторые более консервативные говорят, что, ну, ведь есть максимум и минимум, поэтому можно брать и эти значения. То есть второй способ определения, это тоже по максимуму и минимуму можно выбрать. Да, можно. Третий по приемлемому уровню риска. И этот способ тоже годится. Весь вопрос, ну, скажем так, как вы можете, или как вы устойчивы к этому риску. Ну, здесь риск понятия несколько другое, чем общепринятое, об этом я тоже несколько слов скажу. Но самое главное зависит от ваших инвестиционных предпочтений. Вот так скажем, вот как Сорос пишет. Теперь следующее позиционирование текущего положения базисы в этом диапазоне. Это вот у нас верхняя и нижняя граница. И пусть будет текущая цена. И она приходится на середину нашего диапазона. Что произойдет, если мы вот в этой вот точке входим, нулевой, так скажем, в средней части? Ничего. Мы никак не входим в позицию. Ни в одну, ни в вторую эмитенту. То есть фьючерсы никуда ждем, курим. Правда, я бросил уже несколько лет. А вот теперь, несмотря на то, что мы все распределили, ну я скажу вам так, так как волатильность высокая, это положение недолго просуществует. А вот другое положение. У нас нижняя граница, вот нижняя граница, это верхняя граница. Верхняя граница, нижняя. То есть теперь у нас текущая цена находится рядом с верхней границей. Вот она. То есть мы с вами должны купить одну и вторую зону. То есть мы входим в позицию, причем серьезно входим, большим капиталом, так как мы распределили только от середины до верха весь капитал. Обратная сторона, то есть нижняя граница. Рядом мы находимся, текущая цена с нижней границей. Ну переворачиваемся, как в том рисунке в первом. То есть в зависимости от точки базиса, в зависимости от расположения верхней и нижней границы, мы определенным объемом входим. Вот так все просто и считается. А теперь как разбивать диапазон на зону. Ну вручную мы это не делаем. За нас все делает робот. У него специальные настройки есть. Вот показан такой вот ползуночек. Верхняя и нижняя граница. Вот показана верхняя граница. Вот нижняя граница. Это фьючерсы, которые здесь вот выбраны. В данном случае. Ну и еще есть уровень маржи для контроля. И число зон при введении определенного объема автоматически считается. И распределяется по зонам. И сразу указано, что вот надо войти в две зоны. И мы сразу видим на рисунке. Кстати, точно такой же ползуночек. И представлен у нас на сайте. И можно посмотреть, каким образом распределяя границы, можно войти в позицию. То есть все это видно. Не надо ничего высчитывать. Все делает машина за вас. Значит, единственный момент здесь очень важный. Конечно, это надо коэффициент выставить. В зависимости от соотношения цен. И иначе будут проблемы. Будет перекос позиций. То есть надо здесь четко контролировать, так скажем, дельта нейтральность, так скажем, грубо этой позиции. Хотя тут дельта нет. То есть нейтральность изменения цены. Ну вот все здесь по этому вопросу. Тут все очень тоже просто. И теперь, кроме, забыл еще сказать один момент. Здесь есть понятие выхода из позиции тоже. Ведь можно и в процентах, и в рублях все это указать. И что это за выход из позиции. Так как у нас каждая зона, она автономна и независима друг от друга работает. Поэтому и каждая зона выходит в зависимости от того процента выхода, который вы поставите. Ставить очень маленький процент, ну не совсем правильно. Обычно ставим на ширину зоны, которые мы с вами рассчитали для входа. Ну некоторые ставят выше. В первом случае у нас появляется так называемая мертвая зона. Здесь мы вышли из позиции. Вот здесь, если цена находится, изменения боятся, мы не торгуем. А вот в данном случае мы вошли до входа, опять очень далеко. Ну я предпочитаю, чтобы у меня было равенство выхода, входа. Но опять же все зависит от того, какой вход. Если у нас очень большое количество денег, и мы хотим весь шум использовать на рынке, то тогда бывает так, что до 10 тысяч зон. До 1000 зон. Вы представляете, что такое 1000 зон, то есть 15% разделить на 1000. Там практически мы не даем скальперам возможности работать, потому что заполняем полностью, даже спреда не оставляем, по шагу работаем. Следовательно, значит, нет смысла таким коротким делать выход. Здесь, конечно, чуть-чуть выход больше делается, ну чтобы получить какую-то прибыль. Это вот, что касается входа и выхода. А, ну вот здесь, кстати, представлено еще, вот определение величины процента выхода задается каждому произвольно. Мы об этом уже с вами поговорили. А теперь положение стопов. Тоже важный момент. Мы на рынке с вами, и это может пойти рынок куда угодно. И несмотря на то, что это у нас арбитраж, но бывают, скажем так, форс-мажоры. А что за форс-мажоры? Война где-то началась, еще что-то, убили кого-то там, застрелили и прочее. Взорвали где-то, то есть теракты всякие. Мы живем в таком мире, который предусмотреть все невозможно. И рынок очень чутко реагирует, он как пугливая лань на все эти колебания. Ну, несмотря на то, что мы проповедуем, так скажем, фондовый рынок и позиционируем его как система с асимметричной информацией и антагонистическая система. Вместе с тем мы не отвергаем полностью влияние информации на движение цен. Это есть, и тут от этого никуда не уйдешь. А поэтому стоп-приказы. А где располагаются стоп-приказы? А стоп-приказы располагаются выше и ниже нашей границы, которую мы с вами рассчитали. Вот здесь вот для примера рассчитанной границы. Вот он стоп здесь находится и здесь. Недалеко. В зависимости от ширины диапазона, ну и ширина, ну скажем так, величина стопа разная. Интересный здесь такой момент. Во-первых, он у нас не восстанавливается заранее никогда, этот стоп. Он просто стоит, ждет своего часа. Это раз. И второе, он находится, то есть его отловить, как обычно делают на акциях, невозможно. Потому что очень мало, ну скажем так, крупных игроков, которые отслеживают арбитражные позиции вот такого вида. Ну, вышли по стопу. Возникает вопрос, а что дальше делать? А дальше очень просто. Если мы вышли по стопу, и это не война или еще что-то такое, то мы ждем, пока вернемся опять назад. Интересный момент. Надо обязательно какую-то дельту времени подождать. Обычно это дельта времени, что-то у меня криво получилось, считаем, вот так вот, тут неудобно рисовать немножко, недельку. Неделю ждем, потом входим. Почему надо какой-то временной лак обязательно выбрать? Потому что, если мы начнем, значит, вот дрыгаться здесь, называется дребезг, так скажем, позиции, то очень много за комиссии можем отдать. Это может происходить несколько раз. Ну, комиссии здесь не такие большие, можно этим пожертвовать, а можно подождать неделю. Тут тоже на любителя. Итак, пойдем дальше. Так, это параметры арбитража фьючерсов на индексы РТС и Роснефть. Тут представлена картиночка, как это все рассчитывается и как это в роботе представлено. Вот в таком виде. Ну, об этом уже все с вами поговорили. Число зон, объем денежных средств, допустимые проценты выхода и так далее, и так далее. А, ГО еще. Можно самому регулировать и величину ГО. Значит, если здесь стоит ноль, это значит, что мы берем ГО с квика, то есть один в один, то, что нам транслирует брокер, ну, соответственно, и биржа. Но мы можем и закладываться заранее, зная, например, что у нас перед нами длинные праздники или там сильные движения происходят. Мы сами увеличиваем ГО, тем самым можем обезопасить себя. Особенно это важно, когда мы находимся около нижней или верхней границы. Вот тут этот момент очень существенный, потому что резкое увеличение ГО бывает на 50%. Может, конечно, выбить вас из колеи, но не приведет там таким маржинколом. Ну, это болезненно и потери приличные. Поэтому лучше аккуратнее с этим вопросом. Это все-таки фьючерсы. Здесь, несмотря на то, что это же даже арбитраж. Тут надо быть аккуратным. Почему даже в арбитраже бывают вот такие риски? Ну, да, потому что нас крупные игроки выдавили с чистого арбитража в арбитраж статистический. Вот поэтому риски возникают. Без них никуда. Но вместе с тем, это нам позволяет зато зарабатывать хороший доход. Вот доходность индекса РТС и Роснефть около 150%. Ну, найдите еще где-нибудь такую доходность с таким риском. Причем просадка порядка 14%. То есть, 1 к 10 работаем. Вообще отлично. Стандартное отклонение 4 и 4 десяток. Ну, просто желать лучшего не знаю, где еще можно найти. Так. Биржи по арбитражным операциям ГО снижает. Если в течение дня не ГО снижает она, она вам комиссию снижает. И это не опционно. Здесь не надо путать. Так. Ну, вот он график красивый. Зелененький это счет. Синенький сам индекс. И нам все равно, куда он идет. Вот это очень интересно. Если в момент, кстати, это можно проследить на нашем сайте. Мы там транслируем. Вот третий вопрос подошел уже. Значит, вопрос такой. Арбитраж теперь отрицательный коррелированных фьючерсов. То мы говорили о положительных, где они совпадают и корреляция между ними. А сейчас вот отрицательные. Мы что-то вот так подумали, а почему бы нам не поработать и с отрицательными активами. Причем, чем отличаются доходы на средние затраты от дохода на максимальные затраты. Максимальные затраты это максимально, чтобы вошли в позицию. А средние, это средние на весь период посчитали средние затраты. Вот на эти средние доход посчитан. Ну, как делают в экономике. Так, еще. Какую ширину зоны посоветовать для Сбербанопреф и для капитала 50 тысяч? А вот тут зависит вам робот сам посоветовать в зависимости от того, какую ширину выберете диапазона. Мы вам по умолчанию рекомендуем определенные настройки, а уже ваше право их изменять или как-то корректировать. Наша техническая поддержка, вам посоветую первоначально, настройки такие консервативно-оптимальные. А уже сами вы там можете, ну, если вы хотите от меня все-таки услышать конкретно, 3,5 на 1600. Вот диапазон. Это по Сбербанку и Сбербанку-Преф, когда мы торгуем разницей. Ну, мы сейчас говорим, а может все-таки вопросы еще есть по торговле как раз вот положительно коррелированными активами. Пожалуйста, в чате можете задавать вопросики. Нет вопросов. Тогда пошел дальше. Это теперь отрицательные коррелированные активы. Ну, как вы знаете, корреляция может быть как положительной, так и отрицательной. И мы нашли два инструмента, и даже не только два, а вот попалось нам два таких интересных. И мы на них стали прогнозировать и стали что-то пытаться построить. И построили. Нигде в литературе я не встречал такой вид торговли, тем более интересно это стало нам. Значит, здесь что происходит? Если берем синенький один фьючерс, а красненький другой, и между ними идет отрицательная корреляция, то есть они в разные стороны ходят. Вот здесь интересно, что мы и тот и другой в шорт встаем. И здесь в шорт встаем. Обратите внимание, оба красненький, оба в шорт. И здесь в шорт при схождении базиса. А вот теперь при сужении базиса мы оба откупаем, а при развороте наоборот. Оба в лонг и откупаем в шорт. То есть здесь они одинаковые направления идут. Но за счет того, что они между собой имеют отрицательную корреляцию, они хеджируют друг друга. И прекрасно получается стратегия. Только теперь надо не разницей работать. То есть базис не разницы, а базис суммы. Поэтому мы назвали торговля суммой цен. График суммы в этом случае вот такой вид имеет. Красные вот точечки, это у нас закупки или вхождение в позицию зеленых, закрытие. Ну и соответственно вот счет трейдера такой имеет вид. Какие особенности торговли волатильностью отрицательной корреляции? Ход положительно. Здесь большая волатильность базиса. То есть гуляет 5-10% это в порядке вещей. Бывает даже до 15%. Но имейте ввиду, что и счет у вас будет более волатилен. Поэтому надо здесь аккуратно к этому относиться. То есть надо распределять диапазон, брать шире, чем торговлей положительно коррелянными активами. Но в остальном все то же самое. Какие же причины выбора суммы цен брать? Первое, сдерживается расхождение. Ну это то, что я уже все рассказал вам, не буду повторяться. Ну и большая возможность получения спекулятивной прибыли. Потому что волатильность здесь просто на порядок выше. Пример такой торговли представлен ничем не отличается от предыдущего практически. За исключением того, что в каждой точечке мы входим в одну сторону. То есть два шорта, два лонга. Покупаем, продаем. Ну и так далее. А так принцип такой же. То есть так же торгуем волатильностью. И так же нормальный доход получается. Обратите внимание, что в этом случае у нас большая просадка, чем в первом случае бывает. Но это и нормально. Но здесь даже мы не написали, не стали вас пугать. Здесь просадка гораздо выше. Тут это вполне реально. Из теории даже все ясно, что так оно и будет. Потому что они в разные стороны расходятся. Кстати, здесь график представлен. Фьючерс на акции Сбербанка и фьючерс на валютную пару рубль-доллар. Ну и доходность выше бывает гораздо. Так, что еще? А, ну, в принципе, я уже сказал, почему здесь такие большие доходности. Это более волатильный базис для арбитража. Второе, здесь вот инновационный подход наш. Плюс управление капиталом. Ну и третье, немаловажно, это использование робота. Потому что вот эти вот колебания, особенно когда мы торгуем отрицательно коррелированными активами, ну, вручную просто нереально это все сделать. Там такие расчеты, причем колебания происходят мгновенно, и ошибки вручную будут, конечно, больше. Поэтому не советую даже. Ну, если несколько зонд, конечно, можно и вручную торговать. 20% для этой стратегии норма. 20% чего норма? Прибыли? В год? Нет, это мало. Я считаю, что не меньше 30. Ну, Алексея я знаю. Он просто настраивает не совсем корректно. Он берет коэффициент 1 к 2 и торгует Сбербанк и валютную пару, насколько я помню. Ну, и так продолжим дальше. Так, построение стратегии. Ничем не отличается принцип от того, что мы рассмотрели при положительных коррелированных активах. Ну, пусть это будет вот для вас, такой же принцип. Ну, более подробно сейчас посмотрим. А, ну, насчет требований одни и те же. Ликвидность, высокая корреляция. А теперь пары. Сбербанк, валютная пара. Ну, имеется в виду, конечно, фьючерсы. Фьючерс на Сбербанке, фьючерс на валютную пару. Коэффициент корреляции минус 0,88. Нефть, валютная пара, мы рассматривали здесь бренд, 0,8. Индекс РТС, валютная пара, минус 0,7. То есть, достаточно высокая отрицательная корреляция, которая позволяет их использовать в арбитраже. Причем корреляцию считали и долгосрочную, и краткосрочную, нормальную. Все там колеблется, конечно, за счет этого и зарабатываем. Но она устойчивая. Так, теперь определение ширины базиса. Аналогично, как и в первом случае, несколько вариантов есть. И по тренду двойное стандартное отклонение от мат ожидания. Либо по максимуму минимуму. Кому как нравится. Вот я не могу сказать, что есть какие-то вот такие оптимальные. Нет понятия оптимального. То есть, надо ко всему быть готовым. И диапазон вот этого изменения, он... Какая просадка максимальная может быть? Ну, здесь просадка максимальная, приличная, может быть до 20% или выше даже. Это вы рассматриваете как раз с бирой валютной парой. Отрицательная корреляция, как я уже сказал, там ходят они очень хорошо. Ну, на графике, на нашем сайте представлена информация. Три нижних как раз там такие вот, не столбика, полосочки. Арбитражная стратегия. Не стали писать просто фьючерс. И там можете полистать, посмотреть за несколько месяцев. Там волатильность за день даже бывает там 13%. То есть, это нормально. Прилично ходит. Поэтому диапазон выбираем побольше. А, диапазон базиса 20%. Это хороший. Тут нормальный диапазон. Приличный. Алексей, тут я... Извиняюсь, я не понял. Здесь все четко. 20% нормальный диапазон. Может, конечно, выбить, но вероятность маленькая. Как настраивать с аналогичным предыдущему случаю? За исключением необходимо вот здесь, вот видите, точечку поставить. Арбитраж суммы. А в предыдущем по умолчанию был арбитраж разницы. Вот меняя вот эти вот точечки мы выбираем, чем торговать. А теперь результаты торговли. Вот тоже представлены. Здесь доход индекс и рубль-доллар. Здесь вот на этом вот отрезочке всего 80% годовых. А доходность на средний... Ну, это чисто... Ой, не тот читаю. 135% годовых. Вот он. Ну, вот перед вами данные. Здесь, правда, что-то просадочка маленькая получилась. Но бывает и больше. Когда мы отрицательно коррелируемые активы, просадочка бывает приличная. Ну, тут деваться некуда. Я дальше расскажу, как избавиться от этого. Доходность на расчетные средства. Что это означает? Расчетные средства – это то, что мы выделяем на весь, на всю торговлю. Это расчетные средства. Средний капитал – это тот, который мы фактически используем в среднем в течение времени. Максимальный – это по максимальной затрате, которые получились на данном отрезке времени. При тестировании, при торговле. Вот в этом разница. Ну, а теперь, как использовать торговый робот TradeHelp. Какие преимущества? Ну, как я уже сказал, вручную сложно. Большой объем усилительной работы, когда тем более много зон. Вот когда несколько зон, там еще вручную. У меня вот есть коллега Борис, он даже вручную торгует, спекулирует. Он же опытный трейдер. Ну, а так, когда много зон, вручную просто это не сделать. Так, расчет плана покупок. Ну, все вот здесь вот перечислено. Я не буду зачитывать. Посмотрите, пожалуйста. Вот это он позволяет все сделать. И на что я хочу обратить внимание. Это получение синергетического эффекта. Вот что это за синергетический эффект? Может быть, некоторым не совсем будет понятен. Синергетический эффект – это эффект от использования в системе каких-то элементов, которые позволяют увеличивать прибыль и уменьшить доход, уменьшить риск. В нашем случае увеличение дохода происходит за счет того, что мы капитал используем как бы дважды. Мы весь наш диапазон изменения Байса делим на две части. Вот средняя линия и ниже средней линии. И каждую из этих частей мы рассматриваем и формируем, исходя из полной суммы своего капитала. Поэтому доход здесь увеличивается, а риски не увеличиваются. Вот это появляется синергетический эффект от подхода нашего инновационного к определению базиса арбитража. Ну и еще несколько моментов есть, о которых я сейчас расскажу дальше. Это когда мы торгуем сразу комплексно и стратегии с отрицательной корреляцией и с положительной. Так как они сами между собой имеют отрицательную корреляцию обе стратегии, поэтому и волатильность счета снижается. Поэтому еще раз подчеркну, важно иметь достаточный капитал, чтобы использовать сразу две стратегии. И доход выше на средний капитал, на используемый, и волатильность счета меньше. Это очень важный момент. И тем самым достигается вот тот самый пресловутый синергетический эффект. Но какие же преимущества робота? Как я уже сказал, вручную это все не построить. Против автоматизации у нас есть контроль и самодиагностика, встроенная в робот. Торговые стратегии уже все забиты, не надо ничего делать. Техническая поддержка поможет гибкая система скидок. Особенно для клиентов Китфинанс. У нас, это наш главный партнер, и мы с ними давно работаем. А посему стоимость всех наших роботов, мы, кстати, торгуем и акциями, и фьючерскими, и арбитраж, и полный пакет. Так вот, здесь представлены цены. Обратите внимание, портфель до 500 тысяч, стоимость арбитража в квартал 900 рублей. Причем для клиентов Китфинанса стоимость в два раза ниже. Единственное, что затраты необходимы, это купить лицензию, которая стоит разово 2 тысячи рублей. Сюда входит установка, наладка и так далее. Потом больше не надо ничего покупать. Значит, как я уже сказал, клиентам Китфинанса у нас скидка 50% на вот эти все вот тарифы, которые есть у нас на сайте. А еще есть интересный момент. Если клиенты стали клиентами Китфинанса, у которых указано, что роботкрафт является агентом, то скидка 100% на все стратегии. То есть бесплатно даем все. Тем самым мы хотим, чтобы вы нам комиссию получали, и вы несколько изменили даже свой бизнес-модель. Нам желательно, чтобы вы зарабатывали. Поэтому нам очень важно правильно вас научить. Так, что еще? А, ну и еще момент. Значит, тут есть еще понятие индивидуальный тариф. Это когда большие там деньги, у нас индивидуальный подход, и там вообще мы все бесплатно даем. Даже 2 тысячи не надо платить никакие. За какое время проведено тестирование робота? Ну, как сказать? Вот сейчас вот тестируем, например, американский рынок с 1984 года тестируем. А у нас тут такое время нет существования фьючерсов. Ну, как есть вот фьючерсы, так и тестируем. Все нормально. На сайте есть у нас все размещены, это информация. А вот наши координаты все. Значит, и я вот руководитель этой компании роботкрафт. Вот у нас сайт роботкрафт. Е-майл, телефоны, интернеты. А вот наш партнер Китфинанс. Если можно зайти и к нам на сайт, и в Китфинанс, заполнить очень маленькую анкетку, и через договор присоединения всего один клик, мы вам ставим робот. Все очень просто. Теперь готов ответить на все ваши вопросы. В чате лучше. Ну, или вопросы задавайте. Я и туда, и туда могу посмотреть. Итак, какую стратегию с валютной парой предпочтительная? Взять себе в пакет стратегий. Сбербанк, валютная пара, РТС. В какой из них меньше просадка? Первое. Все зависит от вашего капитала. Для того, чтобы торговать и РТС, и валютной парой, надо иметь капитал больше миллиона. Да, все нормально получается. Если капитал меньше, торгуйте Сбербанк и валютная пара. Вот такой ответ. Ну, а если хотите вообще маленькую просадку, ну, Сбербанк и Сбербанк, преф, просадка там не больше 10%. Каковы функции агента Китфинанс? А никакие. Мы консультируем и помогаем, чтобы у вас все правильно работало. Вот и все-все функции. Техническая поддержка по квику осуществляет Китфинанс. Мы осуществляем техническую поддержку по роботу полностью. У нас на сайте есть режим работы технической поддержки с 10 до 18.00. Постоянно сидят и работают девочки, отвечают на вопросы. Роб будет на моем компе или на вашем сервере? Мы на своем сервере не размещаем робот. Робот будет там, где вы нам скажете. На вашем компе, на выделенном, на виртуальном, где угодно. Причем защита может быть либо в облаках, мы сделали, либо через USB ключ. Если интернет хороший, в облаках прекрасно работает защита. Если там человек из деревни, то через USB ключ. Ну, тоже высылаем, просто он дополнительный денег стоит. Так, ВТБ брокер. ВС ВТБ брокер. Нам все равно, какой брокер, лишь бы был квик. Как стать агентом и какая при этом комиссия? Звоните к нам, вот все координаты, вам девочки все расскажут. Наша техподдержка, они очень опытные, грамотные. Или мне непосредственно можете звонить на сайт, пожалуйста. Нет проблем, отвечу на все вопросы. Каковы результаты теста на иностранных активах? Хорошие результаты теста. Сейчас тестируем. Это не такой простой. Там очень много имитентов, очень много пар. Это занимает у нас уже месяц работы. И продолжаем этим заниматься. Причем мы определяем не только корреляцию, но еще и коинтеграцию. И вот у меня есть знакомый Алексей Всемирнов. И вот он работает в арбитраже с фьючерсами на товарных рынках. И вот он помог нам даже там с базой данных. И мы сейчас вот тестируем этот процесс. Как только закончим, сделаем семинар без всяких проблем. Расскажем все вам. Можно ли квик поместить в облако? Можно, но сложно. Есть облака разные. Если просто чистое облако, которое представляет, то очень часто разрывается оно. А лучше на виртуальном сервере, либо на выделенном сервере, где-то в бизнес-дата-центре. Ну, что-нибудь такое. Более надежно. Еще вопросы? Ну, это лучше обратиться к разработчикам уж квик. Они вам более точно расскажут все, как это делать. Ну, у нас есть варианты. Ставим на выделенном сервере без всяких проблем. Вы говорили, что у РТС и валюта большая просадка. А в табличке у вас максимальная просадка всего 1,2. Ну, посмотрите там на графике. Я не понял, по-моему, год мы взяли. Ну, это так получилось, что мы же не будем вас обманывать. Что есть, то есть. То и написали. В других промежутках, во время кризиса, большая была просадка. Вот и поэтому так. Смотрите, какой диапазон брать. А ваше облако? У нас в облаках только защита. Мы заключили договор с Майкрософтом. Ну, не договор, а мы вошли в программу поддержки стартапов Майкрософта. И они нам дали облака на 3 года. И не только облака, а всевозможные программы свои, которые у них есть. Вот мы им пользуемся и наслаждаемся. Ни одна российская компания не хочет нам помочь. Антистоп. Что за антистоп? Вы задаете еще раз вопрос, что такое антистоп. Что за антистоп? Я не знаю, что такое антистоп. Поясните, что за вопрос. Более конкретный. Стратегия антистопа или что? Так. Так, виртуальный. Что опять слово одно? Я не пойму, к чему и представить. Виртуальный и еще и видимо. Ах, виртуальный антистоп. У нас стратегия используется? Нет, у нас не виртуальный. У нас стоп реальный. Если пробивает база наш выделенный диапазон или вверх, или вниз на определенную величину, то мы все продаем. Выходим из позиции. Какой бы ни были. Вот эта вот защита от, скажем так, от рисков больших всяких, которые могут быть. Ну, тут это же биржа. Обязательно нужно стоп использовать. Хотя, естественно, у нас широкий диапазон. Но некоторые клиенты, особенно молодежь, они сужают диапазон и более агрессивно торгуют. Конечно, там доход большой. Но и риски пробития выше. Поэтому без стопа просто невозможно работать. Ну, более того, скажу, что иногда и сам пользуюсь таким приемом. Особенно вечерние часы. Сужаю диапазон, добавляю стратегию и просто собираю весь шум, который есть на рынке. Практически скальпингом занимаюсь. Но потом я выхожу из позиции и все. Тут разные бывают моменты. Так, еще вопрос. Расскажите, пожалуйста, о возможности к использованию опционов в вашей стратегии. Вот честно скажу, чтобы рассказывать об опционах, требуется отдельный вебинар. Это очень большая тема. У нас всего 6 минут осталось. Давайте как-то в следующий раз. Да, у нас разработаны стратегии. Но вот в данных роботах, в данном роботе TradeHelp, они пока не используются. В предыдущей версии мы использовали очень успешно. Но вот пока спрос маленький очень на опционы. Поэтому будет спрос. У нас все раздражает. Стратегии есть. В роботе существует ограничитель использования средств. Тест помогает? Конечно, он помогает. А как же? Прежде чем войти в позицию, надо определиться и рассчитать свои возможности и средства. Иначе нюансы непредвиденные. Нет. Ограничитель обязательно должен быть. Где посмотреть тест Сбера и его прев? Напишите мне письмо. Вышлю. У нас на сайте, по-моему, нет. Объясню, почему. Пока мы не выкладываем. У нас вообще много разработок есть. Но мы сейчас делаем рестайлинг сайта своего. То есть видоизменяем и делаем его современным. Мы модернизируем. И просто не хотим тратить время на то, чтобы на этом сайте еще добавлять. Буквально через месяц мы все обновим. И там полностью будут все стратегии. Там целая куча будет. Около десятка. Так, еще вопрос. Какие лично у вас роботы? Какой оптимальный портфель арбитражной стратегии? Какие пары? Какие лично у меня роботы? Но все, которые сделаны, это мои стратегии, наши команды. Вопрос совсем не понятен. И какой оптимальный портфель? Я сказал, для каждого человека свой собственный оптимальный портфель. Мы подходим индивидуально. Какие лично у вас пары? Люблю торговать Сбербанком, Сбербанк, Прев. И Сбербанк, Сбербанк, Валютная пара. То есть Сбербанк, Сбербанк, Прев и Сбербанк, Валютная пара. Вот это вот мои любимые пары. И положительные и отрицательные корреляции. Доделки возможны по роботу. Они у нас постоянно идут. Робот постоянно обновляется. Постоянно какие-то глюки находит. Постоянно какие-то вкусности делают наши программисты. Целая команда работает. Сейчас вот добавляем элемент еще. У нас модульный принцип торговли. И не торговля, а робота. Сейчас добавляем модуль к интегративной. Вот сейчас наши математики и программисты делают это. Поэтому тут работа постоянно идет. И мы не останавливаемся. В этом считаем, что это наше преимущество. То есть индивидуальный подход, индивидуальный, да. И стратегии индивидуальные. У нас нету единых стратегий для всех. В зависимости от капитала, в зависимости от инвестиционных предпочтений, от возможности рисковать, различные стратегии. Только так. По-другому не может быть. Еще вопросы. Стоимость переделок. Все бесплатно. У нас обновление происходит где-то раз в месяц. Иногда в месяц, несколько раз. И все входит в стоимость. Мы ничего не берем за это. Я же сказал, у нас другая бизнес-модель, что очень агрессивная идет. Пытаемся захватить рынок. Пытаемся бизнес построить на этом. Не знаю, что получится. Еще вопросы. Но вопросов нет, тогда всем спасибо за внимание. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Удачной торговли всем. Обращайтесь к нам. Все предложим. И Китфинанс. Все расскажем. Необходимо какие-то еще пояснения сделать. Можете либо письма писать, либо ждать следующие вебинары. Обязательно будет. Всего доброго. Удачи.